МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Поистине драгоценное мясо. Поставщики и перекупщики воспользовались временным дефицитом и подняли стоимость говядины, практически сравняв с ценой на конину. Ни шубы, ни денег. В Казахстане процветает интернет-мошенничество. Полицейские советуют быть осторожными в онлайн-магазинах. Необычную надпись лицезрели жители Бухаржураусского района на днях около мечети. По словам служителей мечети, священная надпись появилась не случайно и несет определенный смысл. В Караганде изменились цены на говядину. Мясо коровы по цене практически сравнялось с кониной около 2000 тенге за килограмм. Продавцы говорят о том, что цены подняли поставщики, ссылаясь на непогоду. Дорогие корма и продолжительные метели стали причиной подорожания говядины. Во всяком случае, такое заявление делают поставщики мяса. Продавцам не остается ничего другого, как поднять розничную цену. Средняя цена по стране – 1800 тенге за килограмм говядины. Лучшие куски продают и по 2000 тенге. К слову, 2000 – именно столько в среднем стоит деликатесная конина. Покупателей становится все меньше. А те, кто все-таки приходит, вынужден покупать поистине драгоценное мясо. Работники местных отделов признаются, что поставщики подняли закупочные цены в результате непогоды. Дороги во многие села занесены снегом. И потому, чтобы доставить мясо до города, приходится значительно потратиться. Однако, по другой версии, поставщики попросту решили сорвать куш на этом дефиците. Примерно так же поступили прошлой осенью поставщики сахара. Сейчас часто бывает, дороги закрывают, и мясо к нам не доходит. А то, что доходит, мы покупаем по 1500 тенге. И поскольку вы предлагаете нам его продавать, а за такую цену мало кто может позволить себе мясо. Вот все говорят, что надо заботиться о сельском хозяйстве. Но я не знаю, что дальше будет. В управлении сельского хозяйства водорожание мяса также винят поставщиков и перекупщиков. Однако, повлиять на них областные чиновники не могут. Делать это должны власти на местах, считают в управлении. Вести работу по неувеличению или по стабилизации цен реализаторами мяса – это невозможно. У нас в области имеется около 75 тысяч личных подсобных хозяйств, которые держат скот. Каждый, кто держит скот, они лишние поголовья, естественно, продают. С ними невозможно работать. А с торговыми точками или рынками должен заниматься местный исполнительный орган города – Караганды. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. В Караганде увеличилось количество краж телекоммуникационных кабелей. 50 домов в поселке Узенко остались без телефонной связи. Причиной тому послужила кража 150 метров проводов. Инцидент случился в ночь с 21 на 22 февраля. Согласно статистике, с начала 2017 года по области зарегистрировано три случая. В ночь с 21 на 22 февраля поселке Узенко по улице Автомобильное было украдено 150 метров телефонного кабеля. Без связи остались 50 домов. Сотрудникам Казактелекома уже удалось устранить неполадки. Люди, получается, с ночи до сегодняшнего, до сих пор сейчас сидят без связи, без интернета, без телевидения. Значит, ну, 50 абонентов получается. Ну, для восстановления вот 150 метров сейчас будем подвешивать по опорам, по трем опорам. И с прозвонкой муфта, две штуки. По данным технических служб, в 2015 году по городу зафиксировано всего три кражи. По итогам 2016 года выявлено 9 случаев. Количество краж по Карагантинской области в 2015 году 5, а в 2016 году 61. По каждому случаю хищения проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ущерб, нанесенный компанией-злоумышленниками, за прошлый год составил порядка 3 миллионов тенге. Напоминаем, что хищение телекоммуникационного кабеля причиняют неудобства жителям Карагантинской области. По вине злоумышленников, абоненты АО «Казахтелеком» остаются без связи интернет, телевидение и телефонии. За крупную кражу по статье номер 188 Уголовного кодекса РК грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Но даже этот факт не останавливает злоумышленников. На сегодняшний день по области участились случаи краж не только в крупных размерах, но и обычных карманников. Бросим всех горожан быть бдительнее и не оставлять без присмотра ценные вещи, особенно в общественном транспорте. Полицейские просят жителей области быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных фактов незамедлительно сообщать по телефонам 160 и 165. Звонок бесплатный. Асель Сазымбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мошенничество в интернете набирает обороты. В Караганде все больше онлайн-покупателей становится жертвами обманов. Одна из обманутых – Валерия Абишева. Она отправила на Киви-кошелек продавца инстамагазина более 100 тысяч тенге. В ситуации разбиралась Анель Шелкарбек. Валерия Абишева неоднократно заказывала вещи в интернете. До случая, который заставил ее обратиться к нам, не было никаких проблем. И вот в очередной раз, доверившись инстапродавцу, выплатила полную сумму за модную шубку. Выслала сначала 60 тысяч. Потом они написали, что посылка пришла, и мне надо выслать еще оставшиеся 50%. Это еще 60 тысяч у меня было тогда. Я выслала эти деньги и ждала посылку. Ждала 5 дней, потом уже я поняла, что что-то здесь не то. Начала звонить. Еще 2 дня был доступен номер, а потом уже он был отключен. Естественно, в инстаграм, в директ мне никто ничего не отвечал, в ватсап не отвечали. И все на это. Позвонили на Киви. Там была какая-то служба поддержки. Позвонили узнать по поводу денег. Они сказали, что деньги успешно были сняты. В тот же день, как мы их перевели, на этом все закончилось. Аккаунт называется «Стильно и недорого». Беглый осмотр странички говорит, что все отлично. У аккаунта несколько сотен подписчиков. Однако сейчас закрыт, не действует и новых подписчиков не принимает. Повелег инстамагазин «Карагандинку» тем, что все вещи были в наличии. По легенде нерадивых, их бутик находится в Степногорске. Оттуда якобы и отправляют товар по всей стране. Ну, опять же, после того, как я поняла, что уже что-то не то, мы начали выяснять. Этот магазин есть, точнее, даже не магазин, а павильон. Это продуктовый павильон. Там никаких бутиков, никакой одежды не продается. Вот. Ну, там было написано, что все есть в наличии. Когда было, было очень много комментариев по поводу вещей. И всем отвечали, что вещи в наличии, типа покупайте, приезжайте. Поэтому, ну, у меня как-то не было никаких подозрений. А подписчиков было, на самом деле, уже потом обратила внимание, что было мало подписчиков. Помимо продавцов несуществующих магазинов, в Инстаграме действуют группы мошенников, которые якобы занимаются сбором благодворительной помощи для онкобольных детей. Между тем, сотрудники правоохранительных органов говорят, подобный обман является уголовно наказуемым преступлением. По итогам 2016 года до 1 февраля этого года по Карганинской области зарегистрировано 634 фактов мошенничества. Половина из них направлена в суд. Хотелось бы предупредить жителей города, что сейчас действительно много онлайн-мошенников. И если вас обманули в интернет-магазине, надо немедля обращаться в полицию по месту жительства, чтобы мошенника могли найти по горячим следам. Во избежание подобных ситуаций нужно всего-навсего попросить фотоудостоверение. Имеете право. Однако среди мошенников есть и хорошие психологи, которые могут вас усомнить в этом. Как в случае Валерии, например. Когда я попросила какие-нибудь документы, я сказала удостоверение личности, чтобы знать вообще, кому я высылаю эти деньги. На что мне было отвечено, что мы высылаем и оптом, высылаем и в розницу. Еще ни разу никто у нас не жаловался, всем вещи доходили. И если вы не хотите, если вы боитесь, то можете не отправлять нам деньги, потому что нам из-за ваших 100 тысяч клиентов терять нет смысла. Вот так было отвечено. Ну и почему-то меня это вот как-то сподвигло. Ну я как-то увереннее стала, что ну ладно, раз так сказали, значит так и есть. Найти интернет мошенников будет непросто, так же, как и распознать мошенническую сущность тех или иных предложений. Остается только проявлять особую бдительность и обязательно требовать документы, подтверждающие их деятельность. Но самое главное – отправлять деньги только после того, как получили товар. Надпись «Аллах» на арабском языке появилась на снегу после буранов во дворе мечети Бухаржуравского района. Высота надписи около 60 сантиметров, длина – полтора метра. По словам представителей мусульманского духовенства, священное слово появилось само по себе. Никто из народа или служители мечети к этому рук не прикладывал. Надпись «Аллах» на арабском языке на сугробах возле мечети появилась утром 21 февраля. Люди, пришедшие на утренний намаз, были шокированы, увидев подобное послание. Имамы мечети обследовали надпись и пришли к выводу, что она появилась естественным путем, без вмешательства людей. Ее не смог стереть даже буран, продолжавшийся несколько дней. Такое знамение Всевышнего – это не впервые. До этого мы были свидетелями на скорлупе яйца, было вырисовано слово «Аллах». Это так снесла курица именно такое яйцо. И вновь тимиртаусы остались без тепла из-за аварии на станции ТЭЦ-2. На этот раз на теплостанции произошел пожар. Горела изоляция паропровода. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба «Артелор Метал Тимиртау». На станции ТЭЦ-2 произошло воспламенение изоляции водопровода на четвертом турбогенераторе. Возгорание оперативно локализовано и в дальнейшем потушено силами персонала, сообщили в компании. Из-за пожара была приостановлена работа турбины номер 4. В результате значительно снизилась температура теплоносителя. Жители города вновь были вынуждены мерзнуть в квартирах по вине станции. Напомним, что несколько дней назад Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков сообщил о том, что решается вопрос о смене собственника станции ТЭЦ-2 на более компетентную компанию. В специализированном межрайонном суде вынесли приговор участникам кровавой перестрелки в Актасе из-за фальшивого алмаза. Подсудимых признали виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Троих приговорили к 17 и 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Покупателю фальшивого драгоценного камня дали три года условно. Напомним, авантюрная история с алмазом повлекла смерть одного человека, второй получил огнестрельные ранения. На скамье подсудимых четверо, в том числе и покупатель фальшивого алмаза. Он приобрел у знакомого алмаз, расплатившись за него тремя дорогими автомобилями. Через некоторое время подсудимый узнал, что камень фальшивый и потребовал продавца вернуть машины. Однако это оказалось не так просто. Переговоры о возврате денег закончились перестрелкой. Один человек погиб, еще один был ранен. В этот момент подсудимый доктор Баев, действуя единого умысла с подсудимым Альтаем, с целью подавления сопротивления со стороны Хасанова, демонстрируя свое превосходство и пренебрежительное отношение к обществу, из хулиганских побуждений, передернул затвор и направил вышеуказанный пистолет в сторону Хасанова. Дея испугавшая свою жизнь, в последнее стала убегать в сторону. Между тем, тут же у подсудимого доктора Баева возник преступный умысел на совершение убийства Хасанова. Пуще стрелявший пришел с повинной в полицию. Он признал свою вину и попросил прощения у родных погибшего. Покупатель фальшивого алмаза и остальные двое подсудимых не признавали вину до последнего. Они просили суд оправдать их, однако судья посчитал иначе. Покупатель фальшивого алмаза и остальные двое подсудимых не признавали вину до последнего. Покупателю фальшивого драгоценного камня дали три года условно. Кроме того, суд вынес решение удовлетворить ескепотерпевшие о возмещении морального и материального вреда в сумме 400 тысяч и полтора миллиона тенге. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Айям Амрина Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Акимы поселка Актау и города Цимиртау могут быть наказаны. 17 автономных котельных поселка Актау работают с нарушениями противопожарной безопасности и санитарных требований. В частности, в котельных допускается хранение угля и горючих материалов, отсутствуют огнетушители и пожарные щиты. 50 кочегаров трудятся, не имея специальной подготовки и квалификации. К тому же, со многими из них не заключены трудовые договора. Все эти недочеты были выявлены в результате прокурорской проверки. Начать проверку многоэтажных домов, имеющих автономные системы отопления, прокуроров сподвигло ЧП в поселке Шахан, когда из-за взрыва котла погибли люди. Надзорный орган выявил в поселке Актау множество нарушений. Всего в населенном пункте 17 автономных систем отопления, 8 из которых обеспечивают теплом жилые дома. В последних отсутствуют какие-либо документы на установку котлов и нет никакого контроля над работой кочегаров. А в одном пятиэтажном доме и вовсе. Котел находится в жилом помещении. При этом там же хранится уголь и другие горючие материалы. Электропроводка везде старая, нет заземления. Прокуроры заявляют, что такая ситуация может привести к повторению шаханской трагедии. Они внесли акт прокурорского реагирования в адрес Акима города Тимиртау. Еще на акт реагирования в нем не указано конкретно, кто должен быть привлечен. Указано то, что положительные лица, ответственные за контроль и надзор по данному вопросу, должны быть привлечены к ответственности. Более того, как вы знаете, в настоящее время органы прокуроруры подходят к новому формату. То есть цель данного акта не столько наказать, а сколько помочь людям. Далее о спорте. В Карагандинской области появилась Федерация Легкой Атлетики. 22 февраля состоялась внеочередная конференция Карагандинского областного филиала Казахстанской Федерации Легкой Атлетики. На конференции общим решением было учреждено общественное объединение Федерации Легкой Атлетики Карагандинской области. Президентом вновь созданной федерацией единогласным решением был избран первый заместитель Акима Карагандинской области Ассалбек Дусибаев. Ассалбек Дусибаев выразил благодарность за оказанное высокое доверие и озвучил проблемы, требующие решения в ближайшее время. Это состояние легкоатлетического манежа, ситуация с инвентарем и оборудованием, которая не обновлялась последние 10 лет. Реконструкция беговой дорожки в легкоатлетическом манеже согласна мировым стандартам. Президент федерации также высказал о необходимости подготовить и презентовать программу развития легкой атлетики, разработать поэтапный план мероприятий. От нас самое главное – поддержка в силу своих административных возможностей, так называемых административных список. Конечно же, второе – это решить все проблемы с базой. То есть мы уже заранее до этого выезжали на манеж, посмотрели, договорились, как будет видеться, как покрытие современное сделать и так далее. Это, наверное, в этом году работу завершили. Это, думаю, если получится, все по плану, то есть подготовиться в соответствующую базу, в современную базу, чтобы наши легкие атлетики, наши молодежи могли тренироваться. И саму финансировать, то есть всех поездок, премии, степень, результаты – все моменты. Основной целью деятельности Федерации легкой атлетики является сделать этот вид спорта одним из ведущих в области и показать высокие результаты на Олимпийских играх в 2020 году в Токио. Андрей Теннис, Ламбекус Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском центре развития бокса имени Серика Сапиева состоялся традиционный турнир среди юношей, посвященный очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. Организаторы отмечают, что с этого года турнир включен в республиканский календарь соревнований. В шестой раз Караганда собирает самых талантливых и перспективных молодых боксеров. Турнир собрал более 160 юношей со всей республики. Важная новость от организаторов – с нынешнего года карагандинский турнир включен в республиканский календарь соревнований. А это означает повышенное внимание со стороны Федерации бокса. В этом году мы уже сами с управлением спорта вместе организаторы, а раньше они как бы сами на свои средства делали турниры по возможности. А сейчас именно мы его включили, я думаю, в следующий год еще лучше будет. Мы сделаем, даже можно будет сделать его международным, пригласить другие страны. Юноши соревнуются не только за медали. Посмотреть молодых перспективных спортсменов приехал главный тренер казахстанской сборной Мирзагали Айджанов. Так что для участников это реальный шанс показать себя, чтобы в будущем занять место в сборной команде страны. Это понимает и 16-летний Бигзат. Он приехал из Кустаная. Приехал, конечно же, за победой. Я с 10 лет занимаюсь боксом в Кустанайском клубе «Султан». За 6 лет я стал кандидатом в мастера спорта. Без проигрыша не бывает победы. У меня тоже были проигрыши, но я всегда иду только вперед. Соревнования продлятся 4 дня. Уже в пятницу станут известны имена победителей в разных подгруппах и весовых категориях. Вполне возможно, что уже через несколько лет эти имена зазвучат на мировых первенствах. И каждый из них будет помнить, что путевку в большой спорт он получил на карагандинской земле. Андрей Тенулжас-Габасов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. В Караганде стартовал турнир по самбу. В нем принимают участие более 200 спортсменов из 4 областей и 2 городов Казахстана. На торжественной церемонии открытия чемпиону Азии и мира Бимбету Канжанакову вручили ключи от автомобиля. Все подробности в материале Остель Сазанбаевой. Бимбет Канжанаков занимается самбо на протяжении 10 лет. За плечами спортсмена немалое количество побед на международных соревнованиях. В весовой категории 52 килограмма Бимбет завоевал титул чемпиона Азии и мира. Именно в Марокко он получил звание чемпиона мира по самбо. На этот раз на открытии соревнований чемпион получил в подарок автомобиль. Я очень благодарен федерации за такой подарок. Очень неожиданно и волнительно было его получать. Я тренируюсь на протяжении 10 лет и считаю добился многого. Говоря о планах на будущее, с уверенностью могу сказать одно, что спортом буду продолжать заниматься и покорять новые вершины. В этом году побороться за место победителя собрались более 200 спортсменов. Из четырех областей и двух городов республики. Соревнования проходят по 27 весовым категориям. Участие принимают не только новички, но и состоявшиеся самбисты, у которых за плечами множество побед. Данное соревнование – это республиканский турнир на призы Федерации самбристового Казахстана по среди женщин, по среди мужчин и по боевому разделу. Турнир пройдет в течение двух дней. Победители получат право бороться уже на республиканских соревнованиях, которые пройдут в городе Акцубе. Асель Сознамбаева, Жак Сылык Нуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амонсо Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин